90 погибших и 380 раненых. Таковы печальные результаты теракта в центре Кабула. Взрывы гремят здесь нередко, но настолько мощная атака в священный для мусульман месяц Рамадан вызвала всеобщее негодование и осуждение. Смертник взорвал автоцистерну для перевоза воды. Кроме посольства Германии, в данном районе находятся несколько других важных объектов, офисов и дипмиссий. Поэтому назвать точную цель теракта не берется никто. Огромное количество жертв. Правда, я не знаю, сколько точно погибших и еще больше пострадавших. Я направлялся в офис, работаю в телекоммуникационной компании. Когда раздался взрыв, я еще не вышел из автомобиля. Взрыв прогремел в 8.30 по местному времени, 7 утра по Минску. МВД Афганистана сообщило, что бомбу, заложенную в автоцистерне для перевозки воды, привел в действие смертник. Это произошло в районе дипломатического квартала и площади Занбак. Точная цель террористов неизвестна. Эпицентр взрыва находился рядом с посольством ФРГ в Кабуле и зданием телекоммуникационной компании «Рошан». Там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а неподалеку находится Национальное управление безопасности страны. Я не услышал взрыва, потому что находился в специальной комнате на телестудии, готовился к интервью. И вдруг обрушилась стена, на нас полетели деревянные балки. Я буквально оказался в ловушке и потом осознал – люди на полу, потоки крови. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 15 метров. Пострадали здания в радиусе сотен метров. Во многих выбиты двери и окна. Уничтожены десятки транспортных средств. Над центром Кабула поднялся огромный столб дыма. К сожалению, у нас два смертельных случая. Всего в больницу Акбархан доставили порядка 90 раненых. Слава Аллаху, большинство из них в нормальном состоянии. И все же медики предполагают, что число жертв мощной террористической атаки может возрасти. Пострадавшие доставлены в больницы города. Многие в тяжелом состоянии. Среди них – женщины и дети. Портал RM News со ссылкой на иранские СМИ пишет, что одним из пострадавших стал посол Ирана в Афганистане. Он получил серьезное ранение. В экстренном заявлении президента Афганистана говорится. Террористы даже в священный месяц Рамадан, месяц доброты, благословения и молитвы не перестают убивать невинных людей. С резким осуждением акта терроризма и словами поддержки родственникам погибших выступил глава МИД Германии. Это чудовищное нападение в Кабуле. В непосредственной близости от немецкого посольства невероятно много погибших и раненых. Все жертвы – афганские граждане, большинство – гражданские лица, ни в чем не повинные люди. Раненые есть и среди сотрудников нашего посольства, правда, они пострадали незначительно. Погибли сотрудники афганских служб безопасности, охранявшие посольство. Мы пытаемся поддержать родственников. Вот очередное подтверждение, что террористы направляют атаки и на представителей Запада, и на свое мирное население. Военные эксперты предупреждают о возрастающей опасности для иностранных и афганских сил правопорядка. Ведь более трети страны находятся вне государственного контроля. Экстремистское движение «Талибан» заявило о своей непричастности к теракту. Но, как и следовало ожидать, ответственность за вылазку взяла на себя группировка «Исламское государство». Преступная идеология, которая выстраивается на кровавой пропаганде и запугиваниях по всему миру. Елизавета Казакова, Дмитрий Талюк, Агентство теленовостей.